Это агрессия. Какая потребность в вещах? Спальные мешки, телпа одежды. Деньги. Последние тысячи тенге. Как тебе передать? Привело к военным действиям на территории Украины. Господин президент большой дипломат. Это его будущие избиратели. Спасают имидж, репутацию страны. Общий привет. До стар. Селемец из дерьме. С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Сегодня у нас репортаж. Рассказываем об инициативе Ель-Булашагэ. Обращение к гражданам. На прошлой неделе подписали полтора десятка известных людей Казахстана. Инициатива заключается в том, чтобы собрать медикаменты и гуманитарную помощь для украинцев и переправить его в Польшу, откуда эта помощь уже попадет адресату. Мы приехали сюда, в штаб-квартиру инициативы, которые находятся на Ламантинской улице Фанвизина, 10, недалеко от торгового центра Достык-Плаза. Ужан, я вообще-то ждал вас в воскресенье на митинге за регистрацию политических партий новых. Вы же подавали заявку на регистрацию движения ХАК и преобразовав ее в политпартию. Но не дождался. Мы в субботу объявили о том, что мы хотим помочь Украине, украинскому народу в гуманитарной помощи. И поэтому у нас пошел большой такой шквал звонков и гуманитарной помощи люди приходили. Поэтому все время вот в субботу, в воскресенье... Вы были здесь, да? Зневали, ночевали вот здесь. Вы, волонтеры, занимаетесь вот именно оперативным управлением по доставке гуманитарки от людей до, грубо говоря, самолета. До самолета. Оттуда мы смотрим, что по самолету до Польши. Но мы считаем, что сейчас важнее помочь людям, раз. И второе, чтобы показать вот в текущей информационной войне и России, и Украине, что все-таки казахстанский народ, он с Украиной. Вот нам очень важно показать, что нам не нужна война, и мы не за войну, Казахстан. Это очень важно вот сейчас именно показать. Что представляет из себя гуманитарная помощь, которую вы аккумулируете здесь? Это медикамент более 70 видов. На самом деле он именно по официальному списку, который предоставило посольство Украины по просьбе, и Красный Крест Украины, там 70 номинований. На самом деле больше. Люди приносят, в списке нет инсулина, для диабетиков, памперсы, пакеты детские, детское питание. То есть он гораздо шире и больше. Во-первых, приносят то, что в доме осталось лишнее. Второе, закупают цены правильно по нашему списку. Какая потребность в вещах и в каких именно вещах? Теплые вещи – это спальные мешки, теплая одежда. Потом есть одеяло специально для спасения. Такие термоодеяло. И вот вчера был запрос нам на обувь с толстой подошвой. С толстой подошвой, да? С толстой подошвой, ну, чтобы не мерзли ноги. Ну, видимо, они же там в подвале все в сырости находятся, и в метро, поэтому вот, видимо, ноги мерзнут. Вы говорили, были даже запросы насчет собачьего корма. Да, были, нам прям просили корм для животных, потому что не только, конечно же, люди страдают, но и те же животные, кошки, собаки домашние. Но вообще это по-людски. Ну, конечно, по-людски. Кто-то вот, ну, как-то мы так и собакам, и кошкам нужно сначала, а потом, ну, с другой стороны, грустно. Вы видите, что эта газель наполовину уже загружена, и сейчас мы поедем в аэропорт, где ждет борт, который привез казахстанцев из польского Катавицы. Обратным рейсом он увезет гуманитарную помощь. Деньги. Во-первых, сколько вы собрали, и, во-вторых, на что они идут? Мы собрали порядком на текущий момент около 35 миллионов на моей карточке, 10 миллионов у Рахимбека Брахманова, который первый начал сбор. Сегодня мы потратили 2,5 миллиона, 2, ну, около 3 миллионов потратили на спальные мешки. Поэтому сейчас на карточке 32 миллиона. И плюс 10 миллионов на счету ХАК у меня. На текущий момент мы собрали 55 миллионов в деньги. Вы закупаете лекарства на эти деньги? Да, мы пытались закупать лекарства. Мы обратились в большие крупные компании. Еврофарма, Гиппократ, Медсервис, Стопфарм. Но, к сожалению, мы сильно удивились, во-первых. Чему? Мы сильно удивились, что из перечня 70 лекарств нам одна компания 4 номинования только дал, что у нас есть. Стопфарм дал больше, но там в основном антисептики, там около 10-15. Антисептики в условиях сейчас не сильно актуальны, когда там нужно кровь останавливать. Медсервис нам прислали такую запись. У нас есть только термометры. Это крупнейшая оптовая фарм-компания. Вы же живые деньги даете. Причем мы звонили руководителям, не руководителям, а акционерам. Мы готовы заплатить большие деньги оптом, но в итоге термометр только есть. То есть речь не шла о том, чтобы бесплатно. Нет, речь не шла. Речь не шла о скидках для оптовых партий, да? Да. Вы предлагали реальные деньги, кэш. Да. И люди так странно себя вели. Во-первых, они не могли оптово нам это продать, потому что там лицензии есть. Но, с другой стороны, лицензии только на антибиотики. Там же есть много не антибиотиков. Но все-таки там только термометры. А чем же связывать только странное поведение? Честно говоря, не хочу там строить догадки. Мы не понимаем. Во-первых, мы очень долго обрабатывали, 2-3 дня. И сегодня, чтобы выдать ответ один термометром, мы не знаем, не понимаем, честно говоря. В итоге мы эти таблетки, эти лекарства покупаем как частники в аптеках простых. Аптовы покупаем в аптеках. В те же аптеках, которые они поставляют. Мы приехали в аэропорт. Здесь находятся склады. И именно отсюда губернаторная помощь будет грузиться на репатриационный борт, который потом опять заберет казахстанцев на родину. Стоп, стоп, стоп. Сколько? 5. 6, 5. 5. 7. А вот сюда. 9. Раз ошибрают? Влюблено, но не ржуху. Как дозил дайте с? 7, который затрал. Жан, вот мы вторую половину дня вторника провели вместе в поездке в аэропорт, куда повезли гуманитарный груз. И там я увидел очень много странностей. Ну, для начала мне на складе запретили снимать. Кто нам сейчас запрещает снимать? Смирная, ну вот руководство вот этого склада, да, старший по данному складу запрещает, потому что... Снимать мне? Да. Это что, какой-то секретный объект? Ну ладно, кто ко мне с запретом придет, тот и обломается. Я там успел, естественно, снять несколько планов. Но потом начались вещи гораздо более странные. Вот расскажите сами об этом. Мы когда первые партии две отправляли, мы делали наклейки на ящики украинному с тобой от народа Казахстана. Ну, ничего политического, на мой взгляд, ничего антикромвольного. Но в итоге, оказывается, сегодня в таможне от РАУ вышел приказ, чтобы ящики с такими надписями не принимать. Два борта улетело, то есть без проблем улетели. А в какие числа? Это улетело вчера утром. Потом было воскресенье, борт был. Они уже в Катовице, уже там, там уже их приняли. Причем у нас есть сопровождающие посольские письма Польши и Украины. Есть перечень всех там лекарств, которые там есть. Мы делали там большой документоборот. Но в итоге вот сегодня наш груз, он не прошел именно за этих наклеек. Мы видим, какое-то было поручение именно по этим, что гуманитарного груза не должно идти из Казахстана. Не знаю. Я слышал слово «генеральный груз». Это которому зеленый свет? Мы оформляли его сначала как дипломатический груз. Теперь как будем, как генеральный груз. Но за генеральный груз нам нужно будет платить. Именно по ставке аэростанны за каждый килограмм. Я думаю, что там, которому мы сегодня груз отправляли, там больше 300 килограмм. Это большая сумма будет. Как вы думаете, что явилось вот этой причиной? Это местный таможенный начальник от Ирландский? Или здесь есть какая-то уже политическая примесь? Честно, не знаю. Но хочу надеяться, что это отравки по таможне. Интервью с Токжан Кожалеевой мы писали во вторник, 1 марта, в 7 вечера, вернувшись из аэропорта в офис. В среду 2 марта я связался с пиар-менеджером гражданской инициативы Ель Болошагэ, Боржаном Мукановым и координатором Динарой Мелихановой. Они сообщили, что борт Эйрастаны с гуманитарным грузом из Алматы в Атырау вылетел накануне, во вторник, по расписанию в 10 вечера. Однако наклейки с украинской символикой с коробок пришлось содрать. На мой вопрос, чем атырауская таможня мотивировала свой запрет на наклейки, они ответили, что таможенное начальство сославилось на распоряжение перевозчика авиакомпании Эйрастана. Я позвонил Белле Тормашевой, она вице-президент Эйрастаны по корпоративным коммуникациям. Белла сказала, что свяжется с департаментом по грузоперевозкам и обещала перезвонить. Это было около 4 часов дня. Однако до позднего вечера среды со мной никто из Эйрастаны так и не связался. Если от Атыраусской таможни и от авиакомпании Эйрастана поступят письменные объяснения их позиций, я их тут же опубликую в своих социальных сетях. Присылать можно на адрес, который указан на экране. Во вторник состоялся съезд партии Нур-Атан. Там президент Пакаев выступил с речью. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Вот вы как эту фразу поняли? Господин президент большой дипломат. Что он сослался, что обе стороны не выполнили Минские соглашения. На самом деле из-за его уст нам нужно было бы услышать, что это агрессия. Азербайджанский президент сказал, что это агрессия. Храгастанский сказал, что не агрессия и поддерживает Россию. Но в итоге наш попытался быть посередине. Поэтому он ни да, ни нет. Я не строковал так. Значит, Минские соглашения, которые были кабальными для Украины, которые подписал в свое время Порошенко, и выполнить их полностью, это значит запустить вот это, вот все российское, вплоть до Рады. Из Донбасса и так далее. И здесь очень похоже на оправдание. То, что не выполнены были соглашения, значит это что, повод для агрессии военной, что ли? Так надо понимать или как? Ну, наверное, поэтому был ответ парламентария британского парламента, что нужны санкции по отношению к Казахстану, которые поддерживают агрессию Путина. То есть вот этот вот месседж международным сообществом был именно принят так. Вы все равно поддерживаете режим и агрессию Путина. Я уточню, выступала Маргарет Ходж, депутат британского парламента, которая не так давно подняла бучу как раз по поводу санкций. И она в этот раз имела в виду клептократов из Казахстана. Это не страновые и не секторальные санкции, это персональные санкции. Она имела в виду в отношении клептократов Казахстана, которые поддерживают режим Путина. Кого имела в виду, она не обозначила. А вам не кажется, что вот киргизский президент Жапаров, он так по-простому поступил честнее? Я поддерживаю Путина. Вот, пахан мне дороже. Ну, знаете, как бы Кыргызстану санкции пока не грозят, а у нас грозят. Поэтому Тукаеву вынуждены там лавелировать. Я очень хочу надеяться, что вот эти слова Тукаева с тем, что Атараусская таможня тормозит гуманитарную помощь, лекарства для страдающих украинцев, для гражданских лиц, да, что это не связано. Я тоже надеюсь, надеюсь, что это самовозбросство от Атараусской таможни. Надеюсь на это. Они ссылаются на некие правила оформления груза. Мы их вроде бы соответствовали всему этому. Кажется, скажите, а вы будете продолжать вот после этих проблем? Конечно, будем. У нас есть варианты, как бы, с одной компанией-перевозчиком, крупнейшим, мировым. Мы написали им письмо. Они сейчас рассматривают нам или бесплатно, как гуманитарно, это международная компания, или бесплатно про перевозку, или с большой скидкой перевозку этого груза. Но в любом случае мы все равно будем пытаться на эти аэростанинские репатриационные, эвакуационные рейсы попадать, потому что это бесплатно все-таки. И для нас это очень важно. Поэтому мы не можем остановить, потому что у нас люди коржи не несут. Поэтому мы хотим, не хотим, но пока вот это есть информационная, как бы вот информация, волна, к нам люди будут приносить, и мы не имеем права у себя это оставлять, потому что людям очень важно, чтобы этот груз был донесен. Люди приносят в роддома, к своим друзьям, но именно к очень много там онкологическим больницам, они прям приносят и пытаются, может точно туда можно попасть или не попасть. Мы, конечно, никому не гарантируем, что куда-то что-то попадет, имеется в виду в этот роддом именно, именно в эту онкологическую, потому что там идет война, и доставка не от нас зависит, но мы гарантируем то, что мы привезем на Украину. Скажите, какой был самый маленький взнос денежный и самый большой? Самый маленький был со Сенге, это минимальный показ по переводу, и самый большой 10 миллионов тенге на наше юрлицо. Это от одного мецената. Но в основном люди скидывают по 2, по 5, 10 тысяч тенге. Очень много людей приносят и наличными, но мы потом все равно переводим в банк, на карточку кладем. Очень много людей приходят с лекарствами просто. Но вот было случай, когда вот дедушка один, Юрий, Юрий Вадимович его зовут, он позвонил ко мне, говорит, дочка у меня нет Каспии, но у меня есть мои последние тысячи тенге, я тебе хочу ее отдать, как тебе передать? Все-таки попросил его на Каспии, он пошел в доме, который находится в магазине, он попросил продавщицу, продавщица мне перевела эти деньги, он ей эти тысячи тенге отдал. Он еще мне звонит, спрашивал, дочка тебе поступила, не поступила эти тысячи тенге? И я вот смотрела, и после чего это поступило, и вот туда вот доверилась. То есть таких денег, именно вот кто последний дает, кто дает зарплату, очень много. И это вот, наверное, самые важные деньги. Люди же, наверное, какие-то истории рассказывают. Да, вот сегодня с нами весь день ездил Иса Александр, у него там мама живет, в Харькове осталась, за ней сейчас присматривают, его друзья, она с ними, они ее приютили сейчас там. То есть таких историй много, у кого там родители, у кого там мужа, жены, родители, родственники, друзья. Кто-то там учился, кто-то там подружился, поэтому таких историй еще много. И на самом деле люди, которые особенно украинцы, которые приходят, очень много украинцев приходят, ну, честно говоря, они очень все благодарят, не только украинцы, но и наши казахстанцы, но вот особенно украинцев, они выходят отсюда плачут. Ну, я их обнимаю, И на самом деле больше ничего не могу сделать, кроме этого груза. На мой взгляд, препятствовать отправке гуманитарной помощи, да хоть куда, это просто какая-то дичь. Вы сегодня видели отношения этих, которые барьеры открывают? Там тормозили, как угодно. Маленький начальник, это страшнее нет. Это страшнее любого диктатора. То есть сегодня нам в аэропорту на складе чинили все возможные препятствия. Даже если дипломатически, даже гуманитарно, если два слова не играют роль, и вы увидели, как проехал другой груз, его даже не проверяли. Я просто от себя хотел бы напомнить президенту нашей страны, который не умеет определенно изъясняться или не хочет, что люди, которые посылают гуманитарную помощь, это его будущие избиратели. И если он действительно имел в виду, что невыполнение Минских соглашений может быть оправданием для такой агрессии, ну это слишком сильное расхождение со своим электоратом. Я думаю, что нужно называть все своими именами. Это агрессия. И есть 150 тысяч беженцев в первые дни. Сейчас, наверное, уже миллион. Сейчас 600 тысяч. Есть среди них, там среди них большинство детей и женщин. Им не дают зеленый коридор. Это никак не назовешь, чего ты не выполнил. Это нападение, агрессия. Люди убирают, умирают. Люди рожают в подвале. И это ненормально. Все, кто сюда приходил, они говорят, это бред. Это бред. И нам думают, что нам надо четко выставить свою позицию, независимо от каких-либо у нас экономических интересов с Россией, нам четко нужно выставлять свои политические флажки. Это агрессия. И народ, который сюда приходит, и народ, который эти деньги нам передает, а их несколько тысяч тоже. Они говорят, что нет войны, такого не должно быть. И мы не хотим, чтобы Казахстан к ним относился нейтрально. Если Казахстан идентифицирует как ближайшего союзника России по его поступкам, я думаю, что санкции неминуемы. И страновые в том числе. И я думаю, что люди, которые сейчас посылают гуманитарную помощь украинцам, они могут спасти не только честь страны в глазах мирового сообщества, но и спасти страну от санкций. Потому что больше спасать-то некому. И сегодня наш ролик, он сегодня вышел в Нексте. Украина, мы с тобой. Там полтора миллиона подписчиков. Нексте смотрит весь мир, в принципе. И там видела комментарии, специально посмотрела комментарии отношения. И они говорят, Казахи этим заявлением, этими сборами спасают имидж репутацию страны. Это вот четко, как бы, вот на текущий момент мы сейчас спасаем репутацию своей страны. С тем, что мы не поддерживаем, что народ не поддерживает. И вот этот проект, он на самом деле, это наша помощь, акция, она очень сильно сплачивает народ. К нам дают или звонят со всех уголков Казахстана, любого, любого города. К нам звонят почти все национальности. К нам звонят все возрасты, представители всех возрастов. Поэтому важно нашему власти понять, что народ Казахстана, он не за Путина, не за Кремль. Он за то, чтобы выполнялись международные нормы. Незыблемость Украины не обсуждается, независимость ее. И не обсуждается, что нельзя нападать градами, нельзя бомбить жилые дома и вообще нельзя бомбить чужую страну. Тем более, кому как не казахстанцам и алмантинцам понять, что происходит в Украине, которые пережили это два месяца назад. Вот помните сегодня этот волонтер наш, да, вот Раслан, он сказал, что мы никак, как никто в СНГ сейчас поднимаем украинцев. Именно после январских событий мы именно почему так отозвались, потому что мы только что пережили эти январские события. Не хочу сказать, что похоже, но людям было страшно, это самое главное. Безбергеймс. Безбергеймс. Украина, мы с тобой. Два раза, да, да, сказали, но наклеили. В связи с этим, ну, как со слов Динары, да, она разговаривает, что они отказали, таможня у нас отказала просто. Само таможня, наша ли? Наша же таможня отправилась. Этот репортаж увидел свет в четверг 3 марта в 9 часов утра. Именно в это время из Атырау в польский город Катабицы должен вылететь самолет с гуманитарным грузом от казахстанцев для украинцев. Я очень надеюсь, что он дойдет до адресатов в целости и сохранности. И впредь больше никто в Казахстане не будет чинить ему препятствий. Сбор гуманитарной помощи и медикаментов для Украины продолжается. Все реквизиты и контакты вы найдете в описании. А вы подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нашего ежедневного выпуска. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Свободу Украине и нет войне. На этом я с вами прощаюсь. Свободу Уздар. Гражданская инициатива Ильбулла Шага организовала помощь украинскому народу. Мы назвали эту акцию «Украина мы с собой». За три дня всем нашим народам нам удалось собрать более 50 миллионов тенге, на которые мы будем закупать медицинские средства, медикаменты, помощь украинскому народу. Мы за то, чтобы война в Украине остановилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Ельгезек, Харлығаш Иженова, Емурад Бапи, Мухнар Жакешев, Бахжан Бухарбай, Мен Туғжан Кожалиева, Ая Гозханетова, Айнаш Керней, Мустая Бала. Субтитры создавал DimaTorzok